Добрый вечер! Я сегодня вообще-то выступаю впервые вот так онлайн, поэтому прошу простить, если вдруг что-нибудь не так будет. Но хочу поделиться с вами мыслями некоторыми. Сейчас мы с вами находимся в очень сложной политической ситуации и бытовой ситуации. И хочется вам рассказать несколько истин. Когда в 1977 году ко мне пришел учитель, я помню, как он сказал, что человечество бежит, не оглядываясь, и не суммирует тот опыт, который он имеет, и что скорая информация его завалит настолько, что он уже не будет понимать даже происходящего. На самом деле, действительно, каждому человеку иногда нужно остановиться, побыть самим собой, наедине с собой, поразмышлять о прожитой жизни, о том опыте, который мы получили. Этот опыт суммировать, анализировать. Разве мы можем это сделать в текучке каждодневных завод, в этом постоянном беге, который мы имеем почти от рождения? Сначала у кого-то там детский сад, школа, институты, или просто работа. Мы не имеем возможности остановиться. И вот сейчас нам дана прекрасная возможность побыть самими собой, поразмышлять, подумать о вечности, подумать о своей жизни, о своем назначении, о том, что мы из себя представляем. Сейчас действительно человечество завалило информацию. Даже молодые люди имеют плохую память по той причине, что их биологические файлы, их биологического компьютера практически затрамбованы этой информацией, которую они каждый день получают со своих гаджетов. есть, конечно, такие люди, которые не имеют много информации, которые занимаются пустотой, пустыми играми какими-то компьютерными. Но я говорю для думающих людей, для тех, которые думают, которые осознают, которые понимают, что они живут в этой жизни для чего-то, имея какую-то цель. И каждый человек должен задуматься о том, что он о себе представляет, для чего он живет. И еще раз говорю, что нам дан прекрасный сейчас момент об этом подумать. Что мы такое? Что такое человек? Человек, как мне сказал в свое время учитель, когда я спросила, что же такое человек? Это было время глухого материализма, это был 1977 год. Это было время застоя, когда все знали, что мысль нематериальна. Ну, не все, конечно, но ученые, во всяком случае, это поразглашали. И действительно, человек до сих пор не знает, что он о себе представляет. Очень много различных вымыслов, различных фантазий на эту тему, легенд и мифов существует о том, что такое человек. На самом деле, если посмотреть на человека, то он представляет собою внешне действительно большое сходство с животными. Поэтому в какой-то степени товарищ Дарвин прав. Наше биологическое кольцо действительно имеет происхождение животного. но ведь человек на самом деле мыслящее существо хомо сапиенс. За счет чего он мыслит? Что дает человеку возможность мыслить? Сегодня над этим вопросом рассуждают множество ученых, такие как Савельев, Черниговская. Они достаточно близко подошли, но у всех у них не хватает смелости подумать о том, что человек еще помимо того, что биологическое существо, он еще имеет и некую высшую субстанцию разум. Если бы они почитали например Хагавадлиту, то тогда бы Черниговская не восклицала, что заставляет человека командовать телом. Вот я хочу поднять руку и я ее поднимаю. И не говорите мне нейроны сети, я прекрасно это все знаю. То есть действительно ученые тоже задумываются над тем, что же все-таки движет мыслью человека, откуда мысль рождается. Мысль рождается отнюдь не в мозгу. Мозг это компьютер. Как мне сказал учитель в начале моего пути в 77 году, еще он сказал, что человек это прежде всего разум и сознание, которое он формирует в процессе жизни. сознание формируется для того, чтобы формировалось сознание человеку придан мозг и придаточный к мозгу весь организм. То есть мозг это биологический компьютер, весь организм обслуживает этот компьютер. мозг мозг только посредник для рождения мыслей. На самом деле мысль рождается несколько в другом месте. И это другое место называется импульсное кольцо или разум. Это тоже целая система. Но если наши встречи состоятся дальше, если вы захотите, то я в следующих беседах расскажу, как устроен человек и как он мыслит. Но сегодня я хотела бы побеседовать о очень важном и существенном значении и понятии для человека это понятие боги и демоны. Что такое боги, что такое демоны. Здесь тоже очень-очень-очень много различных мифологенов существует, очень различных домыслов много. И вообще человек придумал, если честно, человек придумал бога и демона по образу и подобию своему. На самом деле все обстоит несколько иначе. Боги они прошли уже такой путь эволюции, что им несвойственное качество человеческого человеческой психики. То есть боги негневливые, неревнивые, они очень объективно оценивают обстоятельства, но на протяжении всей эволюции у них сформировалась призма, через которую они смотрят на этот мир. И эта призма действительно любовь. Потому что только через любовь. А что такое любовь? Любовь это сила, которая рождается из гармонии. Только гармония может родить эту силу. Поэтому боги гармоничны в своей природе настолько и призма, через которую они смотрят, это призма любви. Чем отличаются демоны от богов? Это те же боги, которые деградировали, у которых сознание свалилось в инферно и которые собственно перешли на смотрят на этот мир через животный манос. То есть они имеют мощные ресурсы разума, но проявляется этот разум через животное сознание, то есть через животное манос. Поэтому они действительно более объясняются человеком, они даже ближе к людям, потому что людям они более понятны, они гневливые, они ревнивые, и любовь некоторым образом свойственна, ну, любовь инстинктуальна животным. Мы часто приходится слышать, почему допускают боги вот такое безобразие, которое мы сейчас наблюдаем. Но почему боги не придут, не ударят посохом и не прекратятся эту безобразие? Наверное, потому, что существует великий закон. Великий закон, который построил этот мир, который собственно управляет этим миром, и боги никогда не нарушают этот закон. И самое главное для разума это эволюция, эволюция сознания. И поэтому действительно, как по-моему у Рерихов это говорилось, что благословенные трудности ибо вами растем. Действительно нам дается испытание. Всегда очень хорошо себя вести правильно, когда все идет хорошо, когда все гармонично. И вот только в те минуты, когда гармония разрушается, вот тогда только можно определить уровень культуры человека, уровень его образования, уровень его совершенства. Только тогда человек может проявиться во всей полноте своего развития, когда он попадает в ситуацию метривиальную, в ситуацию хаоса, в ситуацию тяжелую. И вот тут проявляется полностью человек таким, как он есть. Поэтому боги, вмешательство богов практически не видно в человечестве бывает. Мы не видим их вмешательства, потому что они дают возможность разуму проявиться, они не насилуют разум, они не насилуют сознание человека, но каждому человеку дается возможность проявиться, показать себя таким, какой он есть. И в этом-то собственно и заключается ход эволюции. Да, вот мне сейчас такой вопрос поступает на сознание, что я говорю боги в множественном числе. почему я говорю это во множественном числе? Потому что да, действительно наша вселенная наша вселенная она для нас она в общем-то настолько огромна, что бесконечна и вечна. И действительно есть высший разум. Высший разум, понятие высшего разума. Кстати, я только немножко и скажу о том, что понятие высшего разума опять же вышло от нашего учения. Это в 80-е годы был такой замечательный журналист Старикович Станислав Францевич, который был заместителем редактора главного журнала «Химия и жизнь». Он был последователем нашего учения. И как-то мне в 80-м году он мне сказал «Ты понимаешь, ты, конечно, напишешь свою книгу, я верю в это, но сейчас людям дать надо понятие. Можно я такое небольшое эссе составлю по этому учению?» Я сказала «Конечно, можно». И вот он написал знаменитую, очень знаменитую вещь, которая называется «Высший разум сообщает». «Наверное, те, кто постарше, те, кто интересовались высшими материями, они помнят эту брошюру. Она в 90-е годы, в конце 80-х, 90-е без имени выходила в брошюрах в больших количествах, продавалась во всех лотках книжных и в переходах, и на улице. Так вот, я хочу сказать, что эту брошюру он написал стариковец Станислав Францевич. Он захотел остаться инковнито, но не хотел показать в советское время свое имя. Сейчас его уже нет, поэтому можно открыть его имя. И вот понятие «высший разум» как раз вот и вышло тогда, что «высший разум», действительно «высший разум». «высший разум» это тот, кто это старшие, это боги, родители наши, те, которые рождают тоже разум. Но существует понятие единого высшего разума. Это единый и высший разум, его всегда назвали абсолют. Абсолютный разум, абсолютный и высший разум это ядро, он представляет собой ядро нашей вселенной. И он тоже рождает, и боги это дети «высшего разума». Как у нас как говорили наши древние предки, они говорили, что существует сварог, дети сварога дашь бог, стрии бог дети сварога, а мы уже дети дашь бога. То есть существует понятие чинов божьих и существует основной главный бог вселенной это высший разум, это ядро разума, абсолют. Его у нас называют в славянских народах он имеет имя псевог и сварог. Сварог. Вот. Поэтому я говорю о богах во множественном числе, потому что действительно богов много, очень много. Но в Индии, например, существует кажется 33 миллиона богов. Это те боги, которые известны были арейским нашим предкам. Вот. И сейчас они существуют, конечно же. Но существуют и демоны. боги и демоны. Кто такие демоны? Демоны те, кто предали закон, те, кто перешли, как я уже сказала, ну, свалились, можно сказать, с высоты своей, глубочайшим фирмам, и перешли на видение этого мира и на проявление в этом мире через животный манус. Вот. Поэтому действительно христиане, например, отождествляют слова бог и любовь как синонимы. Действительно бог это любовь, потому что бог смотрит через призму любви. Но в то же время они же и говорят, что не гневи бога. Ну, как можно гневить бога, если бог смотрит через любовь? гневить бога нельзя. Те, кто действительно имеют в себе это чувство любви, но ведь у нас наш народ в основном наш народ имеет это чувство и прекрасно могут понять, если любимое чадо например что-то вытворяет, гнев не рождается у родителей как правило, гнев рождается на других, на тех, кому нет такого чувства любви. Поэтому чувство любви к своему ребенку очень хорошо проявлять чувство любви к миру, ко всему, ко всем остальным детям. Если ты видишь, что ребенок проявляется и тебя раздражает, возьми и представь на месте его своего дитя. И ты поймешь, раздражает он или не раздражает. Вот. Так что, как я уже говорила, человек Бог создал, человек создал Бога по образу и подобию своему. Вот. Ну и еще хочу сказать, что Бог, конечно, это не некое антропоморфное существо. Дело в том, что мысль материальна, как мы уже говорили, мы теперь это все знают, что мысль материальна. Это дико звучало в 77 году, и не все с этим соглашались, а мысль материальна. И для того, чтобы мысль приводить в движение, для того, чтобы эта мысль могла проявиться, человеку дан вот этот организм, организм, то есть биологическое кольцо, как мы его называем, биологическая система, то есть мозг и предаточный весь организм, для того, чтобы он мог приводить в движение свои мысли. А Богу в этом нет необходимости. Его мысль настолько сильна, что она работает сама и не нуждается в никаких средствах для своего проявления. Мысль работает, потому что она материальна, поэтому, собственно, и говорится, что сначала было слово, а потом дело, но на самом деле сначала была мысль, а потом слово, и потом дело. То есть боги поэтому не антропоморфны, им не нужны ручки и ножки, им не нужны вспомогательные рычаги какие-то, они творят мысли, поэтому боги, конечно, они больше похожи на такие светящиеся шары энергетические, как кометы. Наиболее мощные боги живут в космосе, в солнце, меньшие, так сказать, чины, они могут и на планете тоже, они существуют в виде мощных шаров. Очень часто их принимают за шаровые молнии, потому что поэтому удивляются, почему иногда шаровые молнии ведут себя совершенно разумно. Также точные демоны, они точно также не нуждаются в ручках и ножках, если они материализуют свой образ, это они уже рисуют сами, это их творчество. А на самом деле они тоже представляют собой вот такие энергетические шары, энергетические субстанции. Человек же, человек, пока еще нуждается в теле, потому что его мысли слаба и он не может ее воплотить без надлежащих средств. Для этого человек имеет ручки, ножки, речевой аппарат. это все для проявления мысли и своего творчества в этой действительности. Человек по сущности является собой дитя Бога, потому что разум рожден богами. И импульсное кольцо, как мы называем, это система целая, это разум, который внедряется в физический план для того, чтобы получить необходимый опыт и наработать себе нужное сознание. Для этого человек рождается в этот физический план, и он будет здесь до тех пор перерождаться, пока не наберет надлежащего опыта всего физического плана. Когда он полностью познает этот весь физический мир, когда он наберет полностью полный багаж в свое сознание, то он уже будет не нуждаться, у него будет полный опыт, и тогда действительно его мысль станет сильная, его компьютер биологический будет работать на 100%, а не на 5,10%, как сейчас у нас. Он просто все свое тело переведет в энергетику, в сознание, вообще все наше тело это сознание в потенции, оно действительно участвует во всех мыслительных процессах. Мы это легко можем понять, когда, например, у нас болит нога, натерли мозоль, и мы уже ни о чем думать не можем, пока не уберем эту боль, потому потому она не даст нам думать, никакая боль в сознании не дает человеку нормально размышлять. Поэтому, в общем-то, все наше тело представляет собой сознание в потенции. И когда человек достигает высшего уровня развития, когда он постигает полностью весь опыт этого плана, то он переходит в другую стадию существования и становится Богом. То есть, мы с вами в сущности представляем собой Бога в потенции, Бога в зародыши. И наша задача это реализовать в себе божественные начала. А что мы делаем? Давайте посмотрим, как мы живем. Вот нам сейчас дана очень хорошая возможность посмотреть на то, как мы живем. Что мы делаем? Приближаемся ли мы к этому идеалу божественному или отдаляемся от него? Вот у нас сейчас есть хорошая возможность побыть самим собой, поразмышлять и подумать, что я есть в этом мире, для чего я живу, каков смысл этой жизни? Очень многие люди на достаточно высоком развитии задумываются об этом молодости, но потом быт, текучка, все это стирает, и человек уже бежит, сломя голову по этой жизни, зарабатывает деньги, получает какие-то удовольствия, часто очень сомнительные или наоборот получает удары какие-то судьбы, но не задумывается, мало задумывается над тем, для чего это надо, для чего он вообще пришел в этот мир, для чего родился. Поэтому будем благодарны судьбе даже за то, что мы сейчас имеем такую возможность посидеть в изоляции и подумать над собой, над своим смыслом жизни. Мы имеем возможность позаниматься, почитать, поразмышлять, и самое главное найти путь к себе, посмотреть, кто есть, кто я есть, кто я есть и кто. И поскольку каждый из нас, как я уже сказала, это зародыш Бога, это Бог потенция, значит, мы имеем связь, полную связь со своими родителями. Мы можем обращаться к ним за помощью, мы можем призывать их. И представьте себе, если все люди вдруг начнут понимать это и станут обращаться за помощью, вот тогда помощь придет, существенная помощь, придет к нам. Поэтому надо не забывать о своих божественных родителях, так же, как и о земных. Земные родители подарили нам этот мир, и мы тоже им обязаны, мы обязаны им своим рождением сюда, потому без этого биологического кольца мы ничего сделать не можем. И относиться к нему надо как подарку богов, как подарку родителей, а не так, как обычно мы относимся, не губить свое биокольцо. Надо о нем заботиться, надо содержать его в чистоте, в здравии. А для этого опять же нужно время. И самое главное, для этого нужны стройные правильные мысли, потому что гармония сознания обязательно породит гармонию тела. Это все взаимозависимо и во взаимозависимости. Ну, наверное, достаточно полно я постаралась раскрыть понятие бога и демонов. Да, демоны, конечно, или как его назвать, дьявол, они, конечно, очень хорошо заморочили голову людям, доказывая свою необходимость, если вы помните разговор Леви Матве и Воланда у Булгакова, там Воланд очень так аргументированно доказывает свою необходимость существования в этом мире. Мне очень часто, очень много таких людей, которые считают, что действительно существует борьба, вот эта борьба добра и зла, она необходима, потому что это должно так быть, и демоны, то есть дьявол тоже необходим, так же, как и Бог. Но на самом деле я хочу вас спросить, если вы заболели, почему вы лечитесь? Ну, заболели и заболели, пусть организм сам себе там и побеждает эту болезнь, пусть они борются, ведь это же должно так бороться, пусть это борьба и происходит. однако мы почему-то лечимся, мы начинаем болезнь эту всячески из себя изгонять, мы начинаем гармонизировать свою природу, ведь собственно что такое болезнь? Болезнь это дисгармония, степень дисгармонии определяет степень болезни, и поэтому мы стараемся все-таки себя излечить. так вот демоны, дьявол это болезнь мира, это болезнь физического плана, это болезнь вселенной, и вселенная тоже старается от нее излечиться и исцелиться, чтобы была полная гармония, поэтому они не должны существовать, и придет время, когда они действительно не будут существовать, потому что мир все-таки исцелится от них, и вселенная исцелится, и будет действительно процветать, как это говорится, в мифах золотой век, золотой век, когда существует гармония. Ну, а сегодня, конечно, нам так далеко до этого золотого века, у нас сегодня, если мы посмотрим с вами на сегодняшнюю действительность, то наоборот, тучи сгущаются, сейчас все становится темнее и темнее, зло становится все более явным во всех своих проявлениях. Сейчас мы с вами потому что вступили в самый тяжелый момент очищения физического плана, которое началось с 97-го года, и это очищение самая плотная его, самая его активная часть будет проходить с 97-го по 33-й год, то есть 36 лет. Далее будет, наверное, все-таки полегче, но сейчас надо собираться силами, нужно сейчас стараться в себе как можно больше сохранять гармонию, как можно больше думать о добре, потому что поскольку мысль материальна, она привлекает к себе на аналогии соответствующую информацию, потому что закон аналогии гласит подобное, стремится к подобному, и поэтому если мы будем больше думать о богах, о добре, о гармонии, о чистоте, то это и будет вокруг нас концентрировать энергию подобного ритма, подобного направления, поэтому нужно стремиться к внутренней гармонии, хотя надо сказать действительность такова, что она старается разрушить эту гармонию в нас, и нужно не позволять разрушать эту гармонию, у нас есть для этого, нам даны для этого очень хорошие средства, нам даны богами, во всяком случае, мне учитель отдал очень хорошие средства для сохранения гармонии, с которыми я делюсь со всеми, это знак великого закона, мантра великого закона, все в мире должно находиться на своем месте, выражаясь общим множеством в полную гармонию, знак великого закона, который, ну, скажем, те, кто со мной давно контактирует, они его хорошо очень помнят, а те, кто, может быть, впервые меня слышат, я им покажу, вот, это звезда, эта звезда, называется звезда Сорелла, это солнечная система, которая имеет код 8, 8 это закон сохранения и знак Абсолюта, это его графическое имя, графическое имя Абсолюта, Абсолюта это Вселенная, вся Вселенная, которая имеет, как мы видим, которая имеет две абсолютно симметричные части, красная и синяя, это мир и антимир, мир и антимир. Что несет в себе этот знак? Это знак Вселенной, или, как я уже сказала, графическое имя Абсолюта, графическое имя Абсолютного Высшего Разума. В переводе на смысловой язык она звучит так, все в мире должно находиться на своем месте, выражаясь всеобщим множеством, полную гармонию. Поэтому если вы этот знак носите на себе, вот я ношу его на себе, то энергия этого именно ритма, этого порядка будет к вам притягиваться и будет вся энергия в вашем организме, в вашей природе выстраиваться именно по этому смыслу все в мире, то есть все в мире вашего организма, вашей природе должно находиться на своем месте, выражаясь всеобщим множеством, в полную гармонию. Это целительская мантра, она дает возможность, если вы пришли в неравновесное состояние, читая эту мантру, вы постепенно успокаиваетесь, вы выстраиваете гармонию в себе, гармонию в своей природе выстраиваете, и вы таким образом сами себя целите, лечите, потому что целительство это на том и зиждется, что приводит в гармонию все в организме. Вот есть знак на обратной стороне, обратная сторона, это можно сказать, часть этого знака, интерпретация одной части этого знака, то есть вот молния, вот она здесь, вот эта стрела, треугольник, что это такое? Это если говорить на ведическом языке, это стрела перуна или брахма астра, это оружие энергетического оружия Бога, которое гласит смысл его, великий закон в силе действия, действие в пределе закона. Если кто-то нарушает великий закон, то эта стрела приобретает другой смысл. По великому закону, зло направленное в природу, вернется к тому, кто послал, с той же силой. Таким образом вы можете защищаться от зла в достаточно доступной форме. Если это интересно, то читайте магию вечности и где собственно более подробно это все описано. Вот в общем-то наверно вкратце все, что я сегодня и хотела сказать. У нас сколько еще времени есть? если у вас возникли вопросы, то задавайте эти вопросы. Я постараюсь ответить на них по возможности полно. всем до свидания. желаю вам плодотворно провести самоизоляцию, время самоизоляции и как можно больше положительного извлечь из этого для себя. для себя.